Вчера мы подошли к пророчествам Валаама. И мы к четвертому его изречению закончили на четвертом. Числа 24, стихи 15. Это самый интересный отрывок в отношении первого прихода, либо пророчества о первом приходе. Ключевое пророчество мы находим в 17 стихе. Даже в половине 17 стиха. Хорошо, я нужна для вас. Просто, чтобы воскресить мою собственную память. Очень быстро. Кликс. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И как мы потом увидим, что у Мессии есть три роли, три функции Одна из этих функций – это царь Биллиам began his oracles by emphasizing the unique nature of the nation of Israel И Валам начинает свое пророчество с того, что делает акцент на уникальной природе израильского народа И он дальше продолжает говорить, что этот народ, эта нация Хотя они поначалу были рассеяны У них будет уникальный и очень сильный царь, который будет править над ними Также он завершает тем, что говорит о удивительной силе этого царя И в первой половине 17 стиха он говорит Что его пришествие будет сопровождать звезда Либо звезда будет посланником перед его приходом Это пророческое слово о Вифлеемской звезде в Танахе, которая находится Многие люди думают, что Вифлеемская звезда впервые появилась только в Новом Завете Но в принципе у нас есть ссылка на эту звезду В этой главе чисел, в 24 главе И также заключительные слова 24 главы, что очень интересно Не следует их пропускать По завершении этих пророчеств, то, что Валам произнес Мы знаем, Валам был родом из Вавилона Либо в Вавилонской местности, он был астрологом И в 14 стихе говорится Вот я иду к народу своему Он возвращается в свою страну Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим В последствии времени Или в последние времена Если мы понимаем, что это Валам, Вавилон, астрология Он возвращается в Вавилон И вместе с собой уносит эту информацию Поэтому для нас не будет сюрпризом, когда мы позже узнаем В Новом Завете историю Где сказано о трех мудрецах Которые приходят с Востока И они ищут звезду Понятно, откуда это появилось Это пророчество Валама еще в числах 24 главе И это пророчество о его уникальном и сином царе Который будет править в Израиле И как я просто сказал И вавилонские астрологи, они просто ухватились за это пророчество И сохранились И также помните, когда те пришли И они общались с Иродом Они сослались на это пророчество И они сказали, что звезда на Востоке должна предвозвещать пришествие царя И они пришли и поклонились царю И из этой главы мы видим, что Мессия должен быть царем Это новое послание, или новая сторона Мессии Которую мы встречаем в этой главе Теперь мы перейдем к Второзаконию 18 Восемнадцать Сихи пятнадцать, девятнадцать Адонай will raise up for you a prophet like me from among yourselves From your own kingsmen You are to pay attention to him Just as when you were assembled at Horev And requested Adonai, your God Don't let me hear the voice of Adonai, my God, anymore Or let me see his great fire ever again If I do, I will die On that occasion, Adonai said to me They are right in what they are saying I will raise up for them a prophet like you from among their kingsmen I will put my words in his mouth And he will tell them everything I order him Whoever doesn't listen to my words which he will speak in my name Will have to account for himself to me Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня Воздвигнет тебя Господь, Бог твой, его слушайте Так как ты просила Господа Бога твоего при Хореве в день собрания, говоря Да не услышу впредь глаза Господа, Бога моего И огня всего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты И вложу слова мои в уста его И он будет говорить им все, что я повелю ему А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить Моим именем, с того я взыщу В Трозаконе 18.18 это обетование Бога Моисеев данное Бог обещает Моисею, что он воздвигнет пророка, подобного Моисея Почему Бог такую фразу говорит, что воздвигнет пророка, похожего на Моисея Чем отличался Моисея от других людей, которых тоже были пророками Бога Уникальное положение Моисея, как пророка, можно найти И в числа 12, 5-8 Адонай И он единственный, кто истинный в моей整ой компании С ним я говорю окей к взаиме и очевидно, не в задниках Он в видении Адонай, поэтому почему ты не боялся критиковать моего Я сошел Господь в облачном столбе, стал у входа в Скинии, и позвала Аарона и Мариам, и вышли они оба, и сказал, Слушайте, мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим, Моисеем, он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея? В этом отрывке Аарон и Мариам обвиняют, нападают на своего брата Моисея, потому что им не нравится женщина, на которой он женился. Сам Бог вмешивается и заступается за Моисея, и провозглашает уникальное положение Моисея перед самим Богом. Даже если взять великих пророков Илья, Исаию, Бог не приходил к ним явно, открыто, но он использовал другие методы, как сны, видения и что-либо подобное. И даже если в наши дни мы говорим о пророчествах или так называемых пророках, в кавычках пророках, потому что мы должны быть осторожными, чтобы давать такой статус какому-то человеку. Бог являет Себя через сны, через видения. Но я не знаю ни одного человека, с кем Бог говорит лицом к лицу. Вы можете очень близки быть к Богу. И очень близкие отношения у вас могут быть с Ним. И это одна из тех целей, к которым мы должны стремиться. Чтобы приближаться ближе к Нему, быть близких отношений к Сим. И Моисей был единственным человеком, который принимал прямые указания от Бога. Откровения. И на этом основании иудаизм развил свой взгляд на три уровня богодохновенности Библии. Как я вначале сказал вам, Иудаизм разделяет три уровня богодохновенности Писания. Первый уровень – это Тора. Второй уровень – Пророки. И третий – это Писание. Поэтому каждый уровень вдохновенности Богом принадлежит каждому из этих уровней. И раньше мы уже видели, что Мессия должен быть Царем. А теперь нам сказано, что он будет пророком еще. Но не обычным пророком. Но таким, который будет общаться с Богом устами. И он увидит образ самого Иегова. Многие авторы нашли много похожих качеств между Моисеем и Иешуа. Пророк как Моисей. Некоторые из этих схожестей или сходств даже можно не придумали их. Однако, мы можем выделить четыре. 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 Похожих качества между служением Моисея и служением Мессия и Иешуа. Первое сходство. И как мы уже читали, число 12 главе у пророки Моисея. Второе сходство. Получается, четыре сходства. Первое сходство. Они пророки. Второе. Это Искупитель. Исход 12.10. Когда Бог видит страдания Израиля. И говорит о своем намерении избавить их из Египта. И Моисей избран Богом, чтобы вывести народ из рабства. Окей. И здесь у меня маленькая заметка, что ангел... Вот чепча. Исход. Третья глава. Во втором стихе говорится об ангеле Господнем. На ангел Господень в пламени огня явился Ему. Просто небольшая заметка. И ангел Господень, о котором позже говорится. Если мы до этого дойдем тоже. Потому что это как дополнение, вторичное дополнение к нашей теме. И также нужно понять, что Мессия был также Искупителем. Моисей был Искупителем. Он пришел избавить нас от рабства греха, греха. Вот это параллель с Моисеем. Моисея избавитель от Египта. Мессия избавитель от всякого греха и рабства греха. Третье сходство — это посредник. В начале Бог обращался непосредственно к израильскому народу. Исход 19, 16-25. На третий день при наступлении утра были громкости. Мои молнии и устое облако. И трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в Стане. И вывел Моисей народ из Стана в встретение к Богу. И стали у подошвы горы. Гора же Синайя вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил. И Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синайя, на вершину горы. И призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей. И сказал Господь Моисею. Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу увидеть его. И чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не выразил их Господь. И сказал Моисей Господу. Не может народ зайти на гору Синайя, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освяти ее. И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом зайди ты и с тобой Аарон. А священники народу, да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Иногда я слушаю молитвы людей на молитвенных собраниях. Люди говорят, о Боже, сади и будь среди нас. И когда я читаю этот отрывок, я думаю, на самом деле они этого хотят. На утро третьего дня был гром, молния, облако. Гора колебалась, был огонь. На самом деле мы готовы к этому? Я не так уверен. Святость Божия намного больше. И нам нужно об этом помнить, не забывать. Да, я хочу присутствие Божьего. Я хочу видеть, как он действует с силе и славе власти, с властью. Но я знаю, что я не смогу выстоять в его присутствии. Если только не кровь Иешуа. И я думаю, что где-то на пути мы утеряли наш трепет и почтение к Богу. И иногда нужно прочитать такого рода стихи, которые нам напомнят о том, что значит находиться в присутствии Бога. И нам понадобится это новое тело, которое Бог обещал нам. Это тело не выстоит, не выдержит его присутствия. И голос Господа был настолько сильным, что люди просят Моисея быть посредником между нами. Чтобы они не слышали голос Бога. Но только пересказанные слова Бога Моисеям, народу. И в тот момент Моисея стал посредником между израильтянами и Богом. Он шел в присутствии Божьем. Он слушал слова Его. Выходил. И пересказывал слова людям. Таким же образом, в Новом Завете мы видим, что Ишуа становится посредником между нами и Богом. Все, что ни вы просите во имя Мое. Во имя чьем мы должны молиться? Во имя Ишуа. Мы можем пойти к Отцу. Мы можем обращаться к Нему как к Отцу. Но Ишуа также молится Отцу за нас. Спарь их, Парда. Спарь их. Пощади их, Отец. Потому что они слабы. Четвертое сходство между Моисеем и Ишуа. Это ходатай. Исход 33, 32. Это вторая глава. Исход 32. Исход 32, 7-35. Это довольно длинный отрывок. Сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. И дальше мы продолжим чтение, увидим, что Моисея заступается за них в 11 стихе. Моисей стал умолять Господа Бога своего. И сказал, да не сломенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкой. Поэтому здесь мы видим, что Моисей становится ходатайом. И часто во время этого длинного исхода из Египта это было только благодаря ходатайству Моисея от именем Израиля. Израиль избежал судов Божьих, суда Божьего. И выжил. Особенно это видно в исходе 32 главе и стихи 30-32. Поэтому мы видим, что Мессия соответствует каждому из этих образов Мессии, функции Мессии. Он будет пророком, избавителем, посредником и ходатайом. Все это вы помните. И также сделаем небольшой обзор из Торы. И мессианские пророчества, заключаемые в Торе, и которые относятся к первому приходу Мессия, можно подбить такой итог всем этим пророчествам в семи пунктах. И они относятся либо к личности Мессии, либо к делу Мессии, что Он будет делать, либо и то, и другое. Первое — это семя. Мы трижды встретили идею семени, семя. Семя жены. И то, что Мессия будет человеком. Не ангелом. И также не абсолютным Богом. То есть не абсолютным человеком, но Он будет совмещать и то, и другое. Второе — семя Авраама. Что Мессия будет принадлежать определенной ветви человечества. Он будет евреем, а не язычником. Третье — он будет семенем Иуды, семя Иуды. Хотя было двенадцать колен Израилевых. Мессия придет из одного определенного колена. Из колена Иуды. Как мы видим, это требует, чтобы Мессия прийти до древних генеалогов. В 70-х годах. И как это требовало пророчество, что он должен был прийти до разрушения всех документов в храме, которые были. И уничтожения храма до 70-го года. Первый приход. Также мы увидели из самой Торы, что Мессия будет как Богом, так и человеком. Хотя Ева неправильно назвала Каина, Мессия, она думала, что это Мессия. Она четко понимала, что Мессия будет человеком и Богом. Еще что мы увидели, что Мессия будет царем. И более чем один раз мы встречаем этот пример жезла или скипетра Мессии. Мессия будет пророком, подобным Моисею. Мессия будет пророком, как Моисей. Еще что мы увидели, это избавление от проклятия. Мы говорим о проклятии, пришедшем от грехопадения. И хотя Ламах тоже думал, но это неправильно было, что Ноим есть Мессия. Ламах понимал тоже, что когда придет Мессия, Мессия удалит проклятие, пришедшее на землю в результате греха Адама. И последнее, мы встречаем этот намек на рождение от Девы. Хотя это не так очень ясно, не так очень видно. Все же есть некоторый намек в Бытие 3.15, что Мессия родится от Девы. И что Мессия будет семенем жены, а не семенем мужа. Теперь мы перейдем к пророку Исаии. Первые семнадцать стихов. И здесь мы найдем более лучшее объяснение, пороческое, непорочного зачатия, либо рождение от Девы. И давайте прочтем полностью, чтобы увидеть контекст. Should I read it? Yeah, 7.1-17. But if you're getting tired, maybe somebody else can read it. Исаии 7 глава, первые семнадцать стихов. И было во дни Ахаза, сына Иоафана Мава, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, Ифакей, сын Рималиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидова и сказано, «Сирияне расположились в семье Ефремовой, и сколебало сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаия, «Выйди ты и сын твой, Шеаря-Сув, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белиничему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан, и сына Рималиина. Сирия, Ефрем и сын Рималиим умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Римаилен. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Так Сам Господь даст вам знамение. Сидево в очреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом, отца-то его дни, какие они приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. Окей. Если взять Исаия седьмую главу по двенадцатую, это как один целый раздел такой. И часто этот раздел называют книгой Эммануила. Потому что трижды появляется слово Эммануил в оригинальных текстах на иврите. Окей. 7, verse 14. А именно, 7, 14. Исаия 7, 14. Затем 8, стихи 8 и 10. И первая отрывка, которую мы рассмотрим, говорит о рождении Эммануила. В Писании, когда родители называют ребенка, то значение имени отображает образ мыслей родителей. Как я раньше сказал, что это очень интересная тема. Если мы просто изучим все имена в Писании и посмотрим на значение этих имен, что значили эти имена. А потом еще посмотрим, в каком контексте использовались эти имена. Это еще один интересный пример. И как изменялись имена. Такое тоже есть в Писании. Мы знаем такой пример. Яков стал Израилем. Но еще есть 3-4 таких примера, которые тоже очень интересны. Но мы сейчас тоже не будем углубляться в эту тему. Это небольшой намек для вас. Что иногда хорошо изучать имя. И родители, когда дают имя ребенка, так это указывает на образ мышления самих родителей. Мы так поступали с нашими собственными детьми. У нас 3 дочки. Сара, Эстер и Йоханна. Мы преднамеренно выбрали те имена. Мои внуки, внучки. Аарон, Элиора, Хадаса, Боаз, Йошуа. Адайя и Йитро. Окей, вы видите, у меня очень разноцветный образ мышления. Но если вы посмотрите на значения тех имен, некоторые значения очень интересные. И они очень подходят им, детям. Окей, enough of me. И когда Бог называет ребенка, как в этом случае, имя указывает на природу ребенка, природу человека. Все мы знаем, что Эммануил значит Бог с нами. От того, что мы, возможно, не знаем, что Бог может быть внутри нас. Бог с нами, Бог внутри нас. Окей? Бог is with us. The character of the child that will come will be God among us. So God is already telling us by naming the child Emmanuel that it will be God coming to live amongst us. И также есть противоречия, которые нужно тоже увидеть. И как я раньше сказал, что сказано в Бытие 3.15, А в Исаии 7 главе, стихи 13-14, пророчество о непророчном зачатии и рождении Мессии. Это, возможно, это одно из самых противоречивых мессианских пророчеств. Поэтому, может, даже нужно больше изучать текст, чем в других случаях. По какой причине так нужно делать? Потому что многие раввины дискутируют, диспуты ведут по поводу значения этого стиха, этого отрывка. Либеральные теологи и даже некоторые евангельские теологи. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли это тоже. Да? Чтобы вы знали, что Писание имеет в виду то, что оно имеет в виду. И вы начнете говорить с теми людьми, они начнут с вами спорить. И вам нужна амуниция некоторая. Обмундирование. Я думаю, что дам вам некоторое. В отрывке сказано о знамении. Что дева родит ребенка. И в чем противоречия? Два противоречия возникают. Первая. Это знамение. Since the context of the chapter requires a short-range prophecy. Which chapter? This? This one. We're talking about... Okay. Let me just back up here. We're talking about Isaiah 7, 13 to 14. Сейчас мы говорим о Исаии 7 главе, стихи 13-14. If I move off to some other scripture, I'll tell you. Когда я перейду к другому отрывку, я скажу вам. Okay? So if I don't say anything else, we're talking about Isaiah 7. Поэтому пока мы задержимся на этих стихах. 13 and 14. The sign. Знамение. Okay? The context of Isaiah 7, 13 to 14 requires a short-range prophecy. Several more? Sorry? Several more prophecies. No. Requires a short range. In other words, short in time. Do you understand? To come into fulfillment. Yeah? Получается, требуется, чтобы пророчества эти исполнились очень быстро. Либо вскоре, по времени. Okay. За короткий период от того, когда они были даны. Prophecy can be divided up into different... Let me just explain this. Prophecy can be divided up into different types. Что я хочу объяснить? Что бывает пророчества, их можно разделить по некоторым типам. In English we use the term short range. In other words, a short distance. Or long range. Meaning much further. So in this particular context here, И в контексте этих двух стихов. Потому что из-за того, что происходило в той ситуации, Исайя обращается к царю Ахазу. И по контексте этой истории нужно было, чтобы это пророчество произошло очень быстро. Что-то, чтобы очень... Ну, в тех же временных рамках, недалеко удаляясь. Это понятно? Да? Окей. Поэтому он говорит Ахазу, знамение, проси себя. Как, then, in that context, can this be applied to the birth of a child some 700 years later? Поэтому каким же образом применить вот это рождение, знамение, рождение ребенка, непорочное, спустя 700 лет? Как об этом сказано в Матфея, первой главе, стихи 22-23. Вы со мной? Следите за мной. Вы должны следить за мной. В моем мышлении. Потому что мы как бы строим, прогресс у нас такой. Один кирпич за раз. Это первый момент. Первое противоречие. Это кратковременность должна быстро исполниться. Второй момент. Это слово на еврейском языке «альма». На самом деле это значит «дева»? либо же молодая, незамужняя женщина. Поэтому сейчас мы разберемся с этими двумя противоречиями, прежде чем к самому отрывку перейдем. I'll take a break. Субтитры сделал DimaTorzok